Добрый вечер! Это программа «На справде» в эфире телеканала СИМОН. Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы будем говорить об эпидемиологическом положении в нашем городе. В частности, речь пойдет о острых респираторных вирусных заболеваниях, о состоянии с гриппом, о том, что ожидается в этом году. Я с удовольствием представляю гостя студии Александр Золотарев, главный врач медицинского центра. Добрый вечер! Есть информация о том, что целых три штамма уже идентифицированы в нашей области. Они уже делают свое черное дело. Насколько ситуация сейчас, на ваш взгляд, я знаю, что эпид-порог не превышен. Но вроде бы по показателям несколько больше, чем в прошлом году. Что это за штаммы и насколько серьезная ситуация? Действительно, ожидается миграция опасных вирусов. Но опасность, она, скажем так, немножко надумана и преувеличена в том числе журналистами. Но, тем не менее, спасибо вам за то, что вы тем самым людей заставляете думать, как обезопасить себя и свое здоровье. Что это за штаммы? Это штамм А1Н1, то есть H3N2 и вирус тип B. Что это за названия такие? Вообще, вирус гриппа, он имеет три, скажем так, вида. Это А, Б, С. С, скажем, он наиболее минимально, точнее, минимально опасен для здоровья человека. Б опасен, но самым опасным считается вирус А. Почему? У него есть свои подтипы, скажем, есть антиген, который называется H. И его, если я не ошибаюсь, около 18 или 19 на сегодняшний день может измениться к окончанию нашей программы. Эта информация за счет того, что выявится еще какой-то один антиген. И антиген N, его существует 9 видов. И таким образом, каждый год вирус, который к нам приходит, вот в частности тип А, он может иметь разносочетание. То есть, ну, не тяжело посчитать, сколько разновидностей этого вируса может быть у нас. Как понять, что к нам придет тот или иной вирус? Медики, а в частности Всемирная организация здравоохранения, она отслеживает миграцию этого вируса. То есть, если в какой-то зоне, где-то на континенте, была вспышка вируса и выявили по результатам лабораторного исследования, что этот вирус имеет, допустим, H1N1 и в дальнейшем отслеживает саму миграцию, в каком направлении он движется, то мы можем ожидать, что действительно в евроазвятской полосе, где-то в Украине в конечном итоге, где-то ориентировочно к начале года, 2015 года, будет у нас этот штамм наряду с B и, как я уже сказал, H3N2. А есть ли разница в клинической картине и в симптоматике? Я понимаю, что лаборатория, наверное, вычислит это все достаточно просто, а вот человек может ли понять? Потому что вы говорите о разной степени угрозы, да, вот разные штаммы, разные угрозы. Как понять, что действительно, может быть, проблема крайне серьезная, то есть не банальный насморк? Вопрос понятен. Человек не сможет понять, какой тип вируса воздействовал и вызвал инфекционные заболевания у человека. Тем более у нас еще не все информированы, что можно обследоваться и выяснить, на самом деле, сдав анализы, наличие вируса, какого типа есть у человека. Вопрос в связи с том, что лечение будет абсолютно одинаковое для всех подтипов, потому что оно будет этио-патогенетическим, то есть этио воздействует на причину заболевания и патогенетическим воздействует на все те этапы развития инфекционного заболевания, которые, на самом деле, и представляют немалую угрозу, потому что сам вирус по себе, он делает свое «черное дело», в кавычках, но немалую опасность вызывает осложнение вируса. И здесь очень важно соблюдать рекомендации врачей, соблюдать постельный режим, потому что люди, которые на ногах приносят грипп, имеют возможность, более высокую вероятность, перенести не только само заболевание, но и потом на себе ощущать, дай бог, несколько месяцев и лет, а иногда и пожизненно, вот такие осложнения со стороны сердца, со стороны почек, со стороны суставов, потому что вирус, он не только живет, он выделяет токсины, которые, скажем так, негативно влияют на вышеназванные органы, и, к сожалению, бывали единичные случаи смертельных исходов. Очень опасен вирус для детей, для пожилых людей, потому что иммунная система, есть особенности иммунной защиты у данной группы населения. Вот. Дети, в силу того, что у них иммунная система развивается, вот она еще, скажем так, недостаточно зрелая, вот, то дети более тяжело приносят воздействие этого вируса. Всегда сопровождаются высокой лихорадкой, вот, синдромом интоксикации, и мама особенно знает, что отличие ОРВИ, так называемого, или гриппа, от банальной простуды. Пожилые люди, в силу угасания иммунных защитных сил, они тоже очень плохо приносят данное заболевание. Я вот единственное, что не понял. Вы говорите о том, что, опять же, разные штаммы несут в себе разную степень угрозы для здоровья, а лечение в итоге получается одинаковым, да? Как же так? Как же так? Ну, наверное, здесь нужно сказать спасибо фармацевтам, потому что они придумывают препараты, которые обладают противовирусной активностью. И, по большому счету, есть опыт клинический, то есть врачи, назначая препараты, каждый для себя решает, какой из них действует лучше, вот, на основании их врачебного опыта. И эти препараты так и называются, группа противовирусной препараты. То есть они, по большому счету, инактивируют вирус и не дают ему размножаться в том количестве, которое для человека может оказаться достаточно, скажем так, негативным по силе его воздействия. Дальнейшие мероприятия по выведению токсинов, которые образуются в результате жизнедеятельности этих вирусов, они, на самом деле, абсолютно одинаковы для всех. То есть это обильное питье для того, чтобы в почки фильтрули воду, вводят вместе с водой токсины. С водой, с водной нагрузкой регулируется обмен веществ и температура. То есть без достаточного наполнения водой нашего организма добиться снижения температуры, на основном, принимая только одни жаропонижающие, это очень тяжело. И, соответственно, витаминотерапия с ее относительно недоказанным действием, положительным, но тем не менее мы все назначаем эти витамины, комплексы поливитамины, основываясь на том, что в процессе иммунной защиты участвуют витамины. Поэтому если иммунитет работает на повышенных скоростях, соответственно, потребность и потребление этих витаминов будет тоже повышена. Их нужно восполнить. А что бы вы рекомендовали в отношении лечения? Потому что, опять же, есть традиционные средства, люди, которые вообще не верят в достижения современной фармацевтики, есть, опять же, традиционные фармацевтические средства, есть какие-то вообще отдельные страшные методики. Вот что бы вы порекомендовали в случае, если поставлен такой диагноз уже? А может быть, даже до того, как он поставлен? Есть народная медицина. Мы давайте разобьем эти два процесса. Есть профилактика, есть лечение. В плане лечения начнем с той ситуации, когда человек уже заболел. Первое-наперво, я бы попросил всех людей, которые чувствуют недомогание и имеют симптомы гриппа, а это повышенная температура, риск повышения температуры, это выраженная слабость, мышечные боли, это недомогание и проявление воспаления слизистых облочек в верхних дыхательных путей. Это риниты, это появление кашля, это боль при глотании умеренная. Я попросил бы людей, первое, остаться дома, и если люди выходят в общественные места, одевать маски. Потому что вот эта бескультурия наша в плане неуважения окружающих лиц, оно приводит к тому, что и возникают вот эти эпидемии. Давайте не скрывать тот факт, что даже медики в некоторых лечебных учреждениях, слава богу, это было десятки лет назад, не могли уходить на больничный, им запрещали просто брать больничный, и они в эпидемию гриппа приходили на работу, находясь в маске, которую нужно менять каждые два часа, не имея этого возможности, они даже консультировали пациентов. Кому они делали пользу от этого и лечили ли не пациентов, может, лечили от одного, а на самом деле придавали вирус гриппа, и человек потом болел. То есть культура общения и культура поведения больного человека — это задача номер один, к которой мы должны научиться. Второй момент. Безусловно, это постельный режим. Особенно в первые 3-5 дней, когда идёт активность процесса, выраженная интоксикация, человеку необходимо соблюдать физический покой. Вызвать обязательно обратиться за медицинской помощью, потому что мы не имеем возможности прогнозировать течение данного заболевания и именно врач на основании нашего статуса общесоматического может дать прогноз, как вирус, который у нас уже как бы есть в городе, мы знаем его особенности, будет протекать у конкретного человека. Потому что наш участковый врач, по идее, знает своих пациентов, которые живут на участке, знает их особенности, и он может предугадать развитие заболевания. Назначение именно медикаментозного лечения будет зависеть, опять-таки, от особенностей, это пожилой человек, это ребёнок, либо это абсолютно здоровый человек, у которого сейчас проявились симптомы гриппа. Здесь индивидуальный подход. В плане профилактики, безусловно, при возникновении эпидемии, посещая людные места, желательно носить с собой маску. То есть вот этот барьер, он должен быть со стороны здорового человека и со стороны больного человека. Я тоже хотел этот момент уточнить, потому что, опять же, разные мысли по этому поводу. Одни говорят, что это задача больного человека в большей степени, действительно менять каждые 2-3 часа маску от здорового человека. В принципе, защититься с помощью маски от вируса, наверное, невозможно. Вот так говорить, не знаю, правда это или нет. Стопроцентно гарантируют это не дают. Да, если посмотреть опыт развитых стран, и, в частности, вот сейчас мы столкнулись, точнее, не мы, слава богу, а мировое сообщество с лихорадкой Эбола. Вспомним японцев, которые, на наш взгляд, поражали нас с телекраном, когда они массово ходили в масках, и нам казалось, это не совсем как-то непривычно было, да, странным. То есть человек выходит, одевает маску, он идёт. Наверное, то есть в этих странах и уровень медицины немножко выше, чем у нас, чего лукавить. И, наверное, исследования эффективности данных мероприятий, они тоже проводятся специальными группами, выделяются большие суммы денег на то, чтобы доказать эффективность того или иного метода. Поэтому я считаю, что если человек, не имея другой какой-то защиты, окселиновой мази, сейчас не в плане рекламы каких-то продуктов или медикаментов, не имеет возможности защититься, его не устраивает психологически та или иная защита, какие-то интерфероны, капли, да, вот эта мазь, которую я назвал, там, калина, малина, чай, чеснок, лук. И он говорит, мне этого недостаточно для того, чтобы понять, что если человек прошёл и каш, где-то чихнул в лифте или закашлял рядом, то мне нужно от него отградиться каким-то барьером. Вот эта маска, наверное, и тот барьер, когда человек может к себе добавить какой-то уверенности в том, что он защищён. Я вспомню, то есть панацеи, в принципе, нет, да, вот со стопроцентной защиты нет, но какая-то всё равно дополнительная степень защиты, в том числе и психологического комфорта, в этой ситуации она всё-таки даёт эта маска, да? Да, только комплекс мероприятия может снизить вероятность заболеть человеку. А что касаемо, опять же, чудес нашего фармацевтического рынка, потому что время от времени возникает какая-то, не знаю, другого слова, кроме как мода я не найду, мода на какой-то определённый препарат, и все говорят, что, слушайте, ну это замечательно вообще, да, прекрасная профилактика гриппа, а если вдруг уже диагностирован, то это прекрасное лечение. Существуют ли на самом деле такие препараты, которые способны дать такого рода защиту? Могу сказать, что нет, и в этом есть две причины. Первая, как мы выяснили, вирус мокирует постоянно, и если в этом году препарат был активен по отношению к этому вирусу, то не факт, что на следующий год он будет обладать той же самой активностью. Это первый момент. Ну и второй момент, что такое понятие активности? Это индивидуальное протекание биохимических процессов, трансформация этого вещества, которое попало в организм, и, соответственно, его либо действие положительное, либо нейтральное действие, а иногда даже пагубное действие. То есть есть такие моменты, называться они ятрогении, то есть осложнение от неправильного назначенного лечения. Поэтому какой-то панацея, я бы не стал выделять даже там несколько препаратов и говорить о том, что они в этом году будут максимально эффективны. Здесь задача именно врача — включить все свои знания на пользу пациента и, основываясь на своём видении и знаниях того вируса, который к нам идёт, основываясь на своём клиническом опыте, учитывая особенности организма пациента, назначить ему лечение. И самое главное — динамически наблюдать пациента. Потому что если прописать всем… Есть такой момент, когда у врача в этот период идёт текучка, много пациентов, есть любимых несколько препаратов, и на самом деле рецепты пишутся чисто автоматически, почти чисто автоматически. И пациент уходит. Вот эта вот обратная связь с врачом — это то, чего не хватает в культуре общения пациента и врача. Врач, извините, он переживает по поводу того, как пациент себя чувствует, когда он уходит домой. И вот этот лишний звонок с информацией, что «мне стало лучше», «мне стало хуже» или «у меня состояние не изменилось», оно поможет как раз врачу принять решение об эффективности этого препарата, использовать эту информацию для лечения остальных пациентов. И в том числе этого пациента, который позвонит и скажет, что «у меня состояние или не изменилось, или ухудшилось». Это вы совершенно идеальную картину рисуете в отношении у честного врачей. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы так оно и было. Но реальность немного другая, особенно когда действительно есть эпидемия, не до того. Опять же, вы говорите о неправильном лечении. А в случае той же профилактики, а пьют-то их эти препараты и для профилактики, в том числе, к врачу вообще никто не обращается. В лучшем случае люди советуются с провизором в аптеке. А в худшем, как правило, есть какие-то мнения сослуживцев, друзей, знакомых. Вот я пила, все прекрасно, вообще всю зиму не болело. Я не знаю, как с этой ситуацией бороться и возможно ли в принципе. С этой ситуацией бороться нужно только путем проведения каких-то информационных заседаний, проведения клубов, беседы с помощью телевидения, с помощью вас, журналистов, доносить людям, что организм, хотя мы имеем все одинаковое количество рук, ног, голова, два уха, но это внешнее наше сходство, и здесь во внешнем сходстве есть миллион отличий. А тех процессов, которые происходят у нас внутри, на уровне генома клетки, на уровне каких-то там молекулярных реакций, там мы абсолютно разные люди. При наличии определенного сходства. И советовать кому-то носить каблук 5 сантиметров, когда у человека есть проблемы со спиной, говорить о том, что у тебя будет все классно, все будет хорошо, потому что мне стало легче, легче ходить я стала, может, легче стало ходить, потому что человек себя стал увереннее чувствовать. Он поднялся, но у него был комплекс неполноценности. А второе, это противопоказания. Точно так же и на примере каких-то советов по назначению медикаментов. Совет введения здорового образа жизни, я подниму руку и скажу, я за. Нет, ну это никогда не лишнее. Да, это никогда не лишнее. И поэтому показать на своем примере, что я встаю, я делаю зарядку, я делаю пробежки, я закаливаюсь, я не курю, я не пью, у меня нет других каких-то там пагубных привычек, я всегда в хорошем настроении, как тебе это удается. И человек делится информацией. Да, здесь я могу только рукоплескать и говорить, что человек действительно гений, потому что он смог сам с собой сделать это, изразить, в хорошем смысле слова, своим оптимизмом, своим отношением своих коллег. Хотелось бы спросить еще об одном факторе, о котором тоже все время говорят, в контексте профилактики прививки. Вакцинация от гриппа, каждый год об этом говорят. Я, признаться, среди всех своих друзей, знакомых, детей и так далее, в лучшем случае на пальцах одной руки могу действительно насчитать людей, которые сознательно каждый год вакцинируются против того или иного штамма. Сейчас их целых три, вообще непонятно против чего, собственно говоря. Что вы скажете по этому поводу, что делать в этом году людям, которые собираются вакцинироваться? На самом деле, мировая медицина, она будет и знает, какие вакцины сделать против тех штаммов, которые будут к нам приближаться. Вопрос, наверное, в другом. Я, безусловно, как медработник, должен говорить о том, что нужно вакцинироваться, и это нужно делать. Сегодня, если быть честным, а нужно быть честным, у нас есть ситуация, когда со стороны населения есть определенное недоверие к тому процессу подготовки к вакцинации. То есть у нас был сорван план мероприятий, есть само мероприятие по закупке вакцин, по закупке сывороток. И в этом году, честно, у меня нет на сегодняшний день информации, какие у нас вакцины будут против вируса, от чего производство, каким образом они нам будут доставлены. То есть соблюдается ли там вот эта цепь. Необходимо, очень важно для того, чтобы вакцина поступила в том виде, когда она будет оказывать положительное действие. Потому что в этой вакцине будут ослаблены вирусы. И как они себя будут чувствовать по пути транспортировки до места назначения, как они будут хорониться, как они будут опять-таки вводиться. Здесь очень большой вопрос. Но, безусловно, вакцинироваться нужно. Если у человека есть доверие, и он может посоветоваться со своим врачом, которого он уважает и которому он доверяет, о том, что мне нужно вакцинироваться, врач при отсутствии противопоказаний говорит, да, есть такая возможность, у нас есть вакцина, и желательно сделать вакцинацию, потому что мы ждем этот вирус гриппа, который опасен на сегодняшний день. Он говорит, приходите, пожалуйста, и сделайте вакцинацию. Он должен указать, какие сроки, за сколько времени нужно прийти, чтобы уже иммунная система была готова к встрече с этим вирусом. Он должен сказать, какие могут быть побочные эффекты. То есть это информационная работа, когда пациент после беседы с врачом для себя должен принять четкое убеждение о том, что ему эта вакцинация поможет. Без вот этого психологического момента все мероприятия по вакцинации, они могут иметь, извините, даже побочные эффекты в том плане, что какое-то малейшее ухудшение состояния не связано с вакцинацией, будет расценено как осложнение вакцинации, и как к сарафанным радиом будет идти волна, что вакцина плохая, вакцина не работает, и вообще туда не ходите. То есть любое мероприятие нужно готовить. У нас, к сожалению, времени не осталось практически в рамках нашей программы. Я хочу поблагодарить вас за то, что сегодня были наши гости. Будем надеяться, что в этом году обойдемся все-таки без эпидемии. Порог не будет превышен, и все будут соблюдать те необходимые правила, о которых мы, собственно, сегодня и говорили. Правила профилактики и культуру поведения. Упаси Господь, конечно, заболели. Пожелаем здоровья всем. Пожелаем здоровья, конечно, прежде всего. Спасибо, что смотрели на сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. Будьте здоровы, берегите себя. Будьте здоровы, берегите себя. Будьте здоровы, берегите себя.